Здравствуйте! В эфире программа «Агрокурьер». Смотрите сегодня в нашем выпуске. В эфире программа «Агрокурьер». Смотрите сегодня в нашем выпуске. И не потерпят срывы работ. Ведь на карту поставлено самое главное – будущий урожай, а значит, благополучие хозяйства. Конечно, радостно. После зимы, как говорится, к земле опять. Конечно, чем быстрее, тем лучше. Урожай будет лучше, влага сохранится. И ответственность большая все равно. Посев есть посев. От этого зависит урожай. Горячая пора на всех фронтах. Диспозиция такова. В этом году поля русского подворья займут 11 сельскохозяйственных культур. Каждая важна по-своему. Для справки, предприятие является племенным репродуктором по выращиванию казахско-белоголовой породы скота. Для него и будут заготавливать профильное меню. Овес, ячмень и кукуруза пойдут на фураж, а суданская трава – на сено. Другой сегмент – товарный – должен повысить рентабельность хозяйства. В него вошли наиболее ликвидные на сегодняшний день культуры. Подсолнечник, соя, лен масличный и пшеница твердых сортов. Закупили семена элиты. У нас будет яровая пшеница, соя элита будет, сорт подсолнечника будет элитный и гибриды подсолнечника. И гибриды кукурузы. На 100 гектар кукурузы будем сеять на фураж для животноводства. Овес, ячмени у нас первые репродукции семена. То есть семена у нас все хорошие. По кадрам? По кадрам у меня тоже вопросов нет. Молодые парни работают. 11 парней, у меня вообще не женатых, еще молодые. Но вот сейчас программа разрабатывается. Пускай здесь, вы сегодня видели, по софинансированию будет, как ведомство не жилет. То есть 30% от хозяйств. Я готов на это. Работаем тут с управлением, с ментельхозом. И строить, получается, да? Да, будем строить. План, наверное, в этом году построить 4 дома. Чтобы будущий урожай радовал количеством и качеством, нужна грамотная организация труда и надежность технологий. В этом хозяйстве они отточены до такой степени, что область их применения легко спутать с европейскими полями. Скорпион входит в четверку крупнейших овощеводческих предприятий России и обеспечивает работой 600 сельчан, не виданная по нынешним меркам численность. Все обучены работе на современной технике и таким же модерновым агроприемом. Механизаторов, работающих на этой технике, можно со спокойной совестью назвать фрезеровщиками. Специальность вроде бы из совсем другой оперы, скажете вы. А нет. Сзади агрегатов находятся специальные фрезы, которые формируют и шлифовывают гребни, в которые потом и будут высеваться овощные культуры. Гребни нарезали еще прошлой осенью. Накопленные в них питательные вещества готовы с радостью обогатить будущую корневую систему растений. Например, моркови, чьи сочно-зеленые семена как-то совсем не похожи на оранжевую одежку зрелого корнеплода. Прошли инкрустацию, то есть заранее приобрели иммунитет привычным болезням, раскрывают секрет специалисты. От болезней именно грибных, то есть от альтернариоза, от той болезни, которая весной способствует появлению на моркови и ухудшению урожая. Они протравлены, в дальнейшем мы просто подкармливаем и от сорняков работаем, и все. Это сорт нарбоны, голландские, беевские семена. Очень хорошие, уже который год их сеем. И морковь, она просто сама по себе, морковь такая вытянутая, тупоносенькая, ну такая, которую любит покупатель в магазине. Позднеспелый? Позднеспелый. Позднеспелый выбираем потому, что морковь надо убирать приблизительно при 6 градусах. Она хранится будет очень хорошо, до 5-6 месяцев. И убираем уже со встывшей почвы и меньше затраты на охлаждение в дальнейшем. А вот семена лука в скорпионе протравили самостоятельно. Мелкую чернушку сперва закладывают в строчку, а потом семенную лужу аккуратно прикатывают для плотного контакта с почвой. Сходы обязательно обработают гербицидами, иначе все заботы пойдут коту под хвост. Специалисты подсчитали, на 1 миллион семян овощей приходится 2 миллиарда семян сорняков. В общем, есть против кого бороться. Есть и за что бороться. Например, за высокую рожанность картофеля. Ее повышает орошение вкупе с внесением удобрений. При такой технологии клубни прибавляют в массе до 80%. Прибавило хозяйство и в наличии энергонасыщенной техники. Эта восьмирядная картофельная сажалка одна на все по Волжье. Четырехрядный, от 8 до 10 гектар сделать. Он может от 20 до 25. Если норму всего уменьшить, то он может и 30, и 40. У него там свои конструктивные особенности новые. Вы, может, снимали до этого другие маленькие в ЛКЗ. У них длина ленты маленькая, они не могут быстро ездить, потому что картошка улетает. У этой 40 ложек на ленте, она может, при 8 километрах. Эти же при таком выси не могут идти. Картошка разлетается. Уже за счет этого по-современнее, получше. Интенсивные технологии, повышение качества, продуманная логистика. От предпродажной подготовки и до реализации. Все это действие для решения одной задачи. Снижение себестоимости продукции на каждом этапе производства. А задача актуальна, как никогда. Быть достойным конкурентом импорту в условиях ВТО. Для нас, наверное, будет очень плохо, что средняя цена реализации, например, на продукцию поднимется. Для нас это плохо, потому что хлынет на наш рынок продукции из Запада, со стран ВТО. Мы не будем ей конкурентоспособны, как бы мы можем экономически не выжить. Низкая цена реализации для нас тоже плоха. Поэтому сейчас, как бы, стратегические такие думки или, как бы, планы, это все-таки по, ну, как сказать, балансирности своего производства с точки зрения экономики, технологии. Нужно снижать, определенно на каждом этапе снижать затраты, повышать качество продукции. Высокую планку тут ставят ежегодно и каждый раз достигают. Взять хотя бы урожайность. По картофелю три года назад она была 35 тонн с гектара, сейчас уже 40. Лук и морковь прибавили аж на 10 тонн. Но все это следствие. Причина – подбор высококлассных кадров и обеспечение их всеми необходимыми жизненными благами. Есть идея, есть подход. Теперь пришло время обращать их в дела. Ильшату Гениатову 28. Один из самых молодых фермеров области в агробизнесе уже тертый калач. Седьмой год руководит хозяйством Усмановское, что в Камышлинском районе. В недавнем прошлом это развалившийся колхоз «Победа», за восстановление которого взялся отец Альшата. Подрастающая смена в тот момент набиралась знаний в Самарском плановом институте. Гениатов успел повысить управленческие способности по специальной президентской программе и даже постажироваться за рубежом. А потом домой проверять на прочность свой потенциал. В хозяйстве сейчас 300 голов скота, более 100 из которых – дойные. Молочное направление здесь ненадолго, изнается фермер. В планах вплотную заняться мясным производством полного цикла. Просчитанный бизнес-проект прошел экспертизу, и с ним Ильшат решил бороться за грант по программе развития семейных ферм. Большие надежды на получение гранта по семейным фермам, потому что хочется действительно увеличить поголовье и отремонтировать коровник, и технику какую-то приобрести уже, чтобы нормально заготавливать корма в полном объеме, не только для себя, но и для поселения. Потому что в последнее время все-таки люди начали закупать скот, и конкретно у нас в поселении, и уже стремятся к разведению животноводства. Конечно, получение гранта – это было бы для нас огромный толчок. Я надеюсь, все получится. Фермер сразу смекнул. Реализация населению чисто мяса не дает существенной прибыли. Рентабельность можно повысить, если выращенное сырье пустить в переработку. Задумано – сделано. В начале этого года Гениатов запустил мини-цех по изготовлению полуфабрикатов. Пельмешки, котлеты, тефтели местной марки уже завоевали вкусы жителей окрестных сел. У нас продукция халяль, все натуральное. Ингредиенты чисто, ну как сказать, искусственно ничего нет. В специи добавляем соль, перец, лук. Ничего лишнего. И мясо, говядину. Объемы пока невелики, ведь процесс производства в прямом смысле мануфактурный. Но ручной труд дальнейшим планам не помешает. Просто займет нишу поскромнее, говорит предприниматель. Первой роли будет играть автоматика. Сегодня, в принципе, государство нам создает условия, при которых можно работать. Всевозможные гранты, субсидии. Вот сегодня мы работаем с Минтрудом. Мы хотим трудоустроить людей с ограниченными возможностями, опять-таки, по переработке для производства пельменей. Мы хотим вступить в программу, где субсидируются, так скажем, затраты, которые мы будем нести на приобретение оборудования для оснащения рабочих мест для них. Новые рабочие места, рост объемов производства – сейчас это злободневная потребность каждой сельской территории. И если находятся на ней энергичные хозяйственники, готовые притворить задуманное в жизнь, почему бы им не помочь? На то она, как говорится, и господдержка. Пленительный запах и тепло из этого здания ежедневно разносятся по окрестностям утевки. Да что утевка? Все жители Нефтегорского района знают фирменный вкус райпошного хлеба. Это святая святых потребительского общества – пекарня, где мастерица и традиции почитают, и современные технологии осваивают. Глядя на горячие сельские будни, даже не верится, что все это могло кануть в лету. Последние 10 лет кооперация дышала на ладан и могла стать банкротом. К счастью, к руководству пришли умелые люди. Вырулили на правильный путь. У нас стоял выбор или закрывать организацию, или что-то предпринимать. Значит, коллектив взялся за это дело, засучив рукава. Начали с малого, начали осваивать все те производства, которые в 90-х годах были остановлены. Начали, открыли хлебопекарню, начинали с 500 килограмм в месяц, дошли до тонны в сутки. Открыли кондитерский цех, потом столовую переоснастили. Но я считаю, большой вклад в нашей, так сказать, в развитии сыграла эта программа развития. Она дала нам как бы толчок. И вот за последние три года было переоборудовано, переоснащено практически все производство. Новый тестомес, печи, модернизация в пекарне аукнулась добром дважды. Во-первых, оборудование приобрели с приличной скидкой. По программе развития кооперации половину стоимости возместила губернская казна. И главное, повысилась производительность и качество. Сейчас здесь выпускают 13 номинований хлеба и хлебобулочных изделий. Но с такой автоматикой, говорят специалисты, мы готовы идти на любые выдумки. Как пример, запуск новых изюминок. Хлеба с прибалтийскими атрибутами, датский и рижский. Ну, рижский хлеб там входит в состав тмин, запах такой, как укропчика. Люди вот подъезжают, у вас такой запах здесь. Датский зерновой состав, там зернышки, льна, подсолнечника. Как-то стал труд организованнее, легче смотреть за печью. Работа совсем по-другому. Даже вот местное население отзывается о хлебе по-другому. Новый тестомес уже вкус хлеба там другой совсем. И в печи. В общем, я вот так слышу, положительные идут отзывы. Хлеб райпо спрашивают в многих магазинах. Пользуются, спросим, да. Не успевают остыть на прилавках и кондитерские шедевры нефтегорских кооператоров. Это торты, пирожные, слойки. Всего и не перечислить. 67 наименований продукции из дрожжевого и слоеного теста. Самый широкий ассортимент в областной системе потреб-кооперации. Но нет предела в совершенству. Ведь мастерство и знание технологий работницы цеха постоянно повышают на крупных семинарах и конференциях. Приезжали девочки, технологи из такого предприятия, как Лагос. Привезли нам новый ассортимент продукции. Это рулеты с творожной начинкой, с кофейной начинкой, которые мы сейчас выпускать начали. Которые пользуются спросом населения. Это новый вид продукции. Потом из слоеного теста это конвертики с ананасовой начинкой, со свежей вишней мы производим. Это весь новый ассортимент, который самсу. Это такой, как с начинкой с мясной, с рыбной начинкой. Это тоже такой ассортимент, который население пользуется спросом. Не хлебом единым живет потреб-кооперация. Настоящая гордость нефтегорского райпо – система общепита. В универсальной столовой можно провести любые обрядовые мероприятия, торжества или просто отведать десятки разнообразных блюд. Сырье для которых закуплено у местных же фермеров и животноводческих хозяйств. Мы здесь еще готовим полуфабрикаты. У нас 11 номинований полуфабрикатов. Это пельмени, вареники, манты, чебуреки. Ну и в разном ассортименте. Так что людей у нас здесь 6 человек работают. Мы делаем полуфабрикаты в месяц тонну, тонну 200. Все натурально? Все натурально вручную. В системе райпо сейчас занято более 120 человек. Это и производственники, и работники торговой сферы, которые обеспечивают качественной продукцией 13 сельских поселений, а также социальные учреждения района. Еще одна миссия кооператоров – экспресс-доставка продуктов в отдаленные пункты, где совершенно нет торговых точек. Если будет открыта, в смысле расширена программа на следующие три года, естественно, мы хотим закупить несколько автомагазинов, в которых продавать именно свою продукцию. Потому что до тех сел она практически не доходит. Сейчас мы планируем и в других магазинах нашего райпо оборудовать магазины на самообслуживание с привлечением новых рабочих мест. Планы на этот год у кооператоров масштабные – провести дальнейшую модернизацию, увеличить объемы производства и открыть новые точки сбыта качественной продукции.